Все сконцентрировано в одном месте. Найти что-то подобное сложно во всей Европе. Фетяска Рара, Флоричикове, Рика Легенда, Каберне, Мерло, Шардоне и грузинские сорта Саперави и Ркацетели. Мы являемся самым большим питомником в Восточной Европе. На этом пространстве такие же большие питомники находятся во Франции и в Италии. Самое большое количество саженцев, которые мы выращивали, 7 миллионов 200 тысяч. Это был наш рекорд. Тогда мы очень много работали. Все высаживаются вручную. Растения доставляются в поле по сортам в маленьких контейнерах, чтобы потом было удобно работать с ними. Если речь идет об одном сорте, за день мы сажаем 3-4 тысячи саженцев. В этом питомнике, который вы видите, высажено 4 миллиона 200 тысяч саженцев, если я не ошибаюсь. Все они высажены вручную на протяжении лет. Мы преследуем несколько целей. Здесь саженцы растут. В них формируются корни, образуется рубец в месте привитки. Мы следим за тем, чтобы саженцы хорошо росли и развивались. Наш питомник с 2007 года является первым в Молдове. Ежегодно мы продаем на внутреннем рынке около 2-2,5 миллионов саженцев. Часть экспортируется. В данный момент, в сложившейся ситуации, рынки сбыта поменялись. Украина была одним из крупнейших рынков. Грузия тоже. Она приобретала такие сорта саженцев, как саперави и ркацетели. Мы выращивали их специально для Грузии. У нас был экспорт и в Иран, а также в Киргизию, Россию, в страны СНГ. К сожалению, мы не имеем права продавать саженцы в Евросоюз. Затруднения по большей части касаются законодательства. В данный момент правительство работает над этим вопросом. Они работают над тем, чтобы у нас был доступ к европейскому рынку. На наши саженцы большой спрос в Румынии. Трус в питомнике натолкнул нас на мысль о собственной винодельне. Именно так родилась эта идея. Затем мы решили связать название винодельной и бутылочную этикетку с нашим питомником. Было бы слишком просто написать вина такого-то питомника. Мы стали думать над названием. Родилась идея об Ату. Винодельная Ату является единственной в Молдове собственным питомником и полным циклом производства. Большая часть наших вин производена из винограда, выращенного на наших плантациях. Например, вино Виарика. Вно изготовлено нами от саженца до розливого вина в бутылке. Закрытый тип производства. В то же время наша винодельня хорошо технически оснащена. Это позволяет тестировать новые сорта. Например, сорт Флоричика. Мы изучаем, как этот сорт винограда проявляется в вине. Из сорта Виарика мы пытаемся делать сухое, полусухое вино, а также полусладкое. У нас большая лаборатория, в которой мы можем проводить такие эксперименты и создавать такие комбинации. Вы хорошо знаете, из каких саженцев делаете вино. Конечно, есть целая серия сортов, те же Виарика и Флоричика, которые мы воссоздали со старых плантаций. У нас есть около 10 хороших ампилографов, которые могут распознать саженцы по сортам, по листьям, по гроздям. После ампилографического определения винограда прямо на плантации примерно из 2000 растений или из 10000 белой или оранжевой краской помечаются 200 понравившихся растений. Лучше всего развитых с большим числом гроздей. Зимой эти растения пересаживаются и процесс начинается заново. Это так называемая клональная селекция, но не на институтском уровне, а на уровне питомника. У нас есть плантации, благодаря которым мы делаем максимально чистые вина. Если это Виарика, то это 100% Виарика. Кодринский, 100% Кодринский. И остальные сорта, которые мы производим. Здесь у вас более 100 сортов винограда. Да, на самом деле у нас больше 100 сортов. Большая их часть расположена вот там. Это столовые сорта, они в меньших объемах, по 10-20 тысяч растений каждого сорта. Есть сорта и по 15-20 растений, которые кто-то откуда-то когда-то привез. Мы их размножаем, затем наблюдаем, как развивается этот сорт. В то же время у нас есть большие плантации сортов. Вот это мускатный сорт Полоскей. Здесь примерно 100 тысяч саженцев. В одном ряду около 11 тысяч. Здесь 9 рядов. То есть 99 тысяч саженцев Полоскей. Это очень интересный новый сорт. Он хорошо подходит для экологического сельского хозяйства. Это перспективный сорт. Они отличаются по цветам? Да, вот там видно, что это олиготе. Отличаются и по форме листа. Нужно глаз набить, чтобы различать их. Это приходит со временем. Я когда приходил с папой на плантации, не понимал, как он различает сорта. Затем я их изучил. Все сконцентрировано в одном месте. Найти что-то подобное сложно во всей Европе. Обычно гектар там находится, другой гектар дальше, третий в другом месте. Видеть в одном месте такой большой питомник – это редкость. Видеть в одном месте – это редкость. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня первый день сбора урожая. Это сорт Флоричика. Мы впервые будем делать из него вино. Для нас это эксперимент. На этот сорт большой спрос. Он очень интересный. Сейчас мы находимся на самой чистой в Молдове плантации винограда Флоричика. Мы очень долго работали над тем, чтобы сделать этот сорт чистым. Это старый сорт, который когда-то практически был утерян. Вместо него были высажены другие столовые и технические сорта. Потребовалось 7-8 лет, чтобы очистить эти плантации. Мы довели этот сорт почти до 100% чистоты. Уверен, что из этого винограда получится уникальное для нашего рынка вино. Очень вкусное, которое максимально раскроет возможности сорта Флоричика. Это классическая гроздь сорта Флоричика. И не большая, но и не маленькая. Это технический сорт, как видите. Кожица на ягодах нежная и тонкая. Нужно быть внимательным при транспортировке этого винограда. Ароматиковый виноград очень интересный. Сорт устойчив к различным заболеваниям. Он очень интересен с точки зрения биологического виноделия. Сейчас мы находимся в холодильном ангаре. Обычно здесь мы храним не только виноград, но и другие флорки, например, яблоки. Вот виноград, собранный сегодня. Его уже доставили сюда. Это ангар для первичного охлаждения. За 2 часа максимум гроздья охладятся до плюс 2-4 градусов. Мы всегда вначале охлаждаем виноград. Так как заметили, что из охлажденных гроздей вина получается более ароматный и свежий. Для нас это обязательная процедура, во всяком случае для белого винограда. Красные сорта не охлаждаем, а сразу после сбора урожая отправляем на переработку. Когда этот виноград созревает, обычно уже холодно и так. Приходится, наоборот, отогревать, чтобы была подходящая температура. В дальнейшем периоде, когда урожаяся на копцы, для обычайшей фрик уже. И, в то же время, мы не страдаем университет, чтобы закрывать ферментуары. Потому что у нас не будет достаточно холодной, чтобы закрывать ферменты на температуру, которую мы хотим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Винодельня Занимаемся виноградом сорта флоричика, собранным и охлажденным вчера. Сейчас на винодельне происходит следующее. Виноград привезли в ящиках. С гроздей снимают ягоды и отправляют их под пресс. Ягоды прессуются полтора-два часа. Затем мы сливаем мусс. После пресса мусс попадает в цистерну и за 24 часа или 36 часов осветляется. Затем мусс переливает в другую цистерну, куда при температуре плюс 14-15 градусов добавляются специальные дрожжи. Начинается процесс брожения, который обычно длится 2-3 недели. Ферментация проходит под строгим наблюдением инолога. В итоге получается вино высокого качества. Итак, после пресса мусс попадает в эту цистерну, одетую в охлаждающую рубашку. Она поддерживает температуру в 12 градусов. В цистерне мусс становится прозрачным. Вот мусс сразу из пресса. Он мутный, так как содержит осадок. За 36 часов максимум он будет становиться все более прозрачным. Это будет видно по вот этой линейке. После этого мы извлечем его из этой цистерны и перельем в другую. Если очень качественно собран виноград, то никаких проблем с муссом нет. Для нас важно, чтобы у него был гармоничный вкус, без посторонних привкусов. У нас мусс без лишней слабости, с ароматом свежести и цветов. Уверен, что из него получится хорошее вино. В бакале вино желто-зеленого цвета. По цвету видно, что это молодое вино. Это полусухое вино сорта Виарико 2021 года. Типичный аромат. Доминирует базилик, затем чувствуются мускатные ароматы и цветочные. Очень легкое и взвешенное вино. Ароматы соответствуют вкусу. В послевкусе долгое, очень низкое содержание сахара, поэтому вино близко к сухому. Это вино хорошо сочетается с сырами. Это десертное вино, прекрасно подходит для летних вечеров. Это десертное вино, прекрасно подходит для летних вечеров. Надеюсь, вам было интересно. Это было интересно и полезно, что я вам показал в кадре визите. Спасибо за просмотр!